Готовы в Верховной Раде голосовать в сопровождении таких людей? Правоохранители говорят, что ситуация улучшается. Вы замечаете или нет? Ситуация, я не вижу, чтобы она была лучше, потому что каждый на себе это чувствует. И кроме того, мы все читаем это сегодня поведение. Если говорить конкретно про эти инициативы, про которые вы говорите, я знаю Игоря Михайленка в Мареуполе, в Азове. Когда создали Азов, то он молодой хлопец, по-моему, еще даже без зуба, ему зубы выбили на Майдане, по-моему, он был в складе Азову. Вставил уже зубы? Слава Богу, чтобы у каждого были нормальные зубы. На жаль, не у каждого есть гроши вставить нормальные зубы. Это факт. Это далее. Вы там говорили про покращение, что жизнь стала веселее, я думаю, что мы дойдем до этого. Я думаю, что мое действие законы, мое действие Конституция. Громадяни должны помогать, мают право, соответственно, закону, помогать правоохранным органам. Но принимать на себя функции правоохранных органов, это называется анархия, Махновщина и беспредел. Как правило, они должны реагировать сейчас? Я думаю, что все эти кадры, когда показывают, как принимают под впливом хлопцев в балаклавах бюджет города, или бюджет еще чего-то. Я думаю, что каждый из нас понимает, как это показывают наши враги Украины в мире. В частности, российские ЗМИ, что Украина – это страна, которая не произошла. До речи, нещодавно на сессии Паре один из делегатов, британский лорд, так и сказал, что Украина – это страна, которая не произошла, там нет законов, там нет справедливости. И все эти кадры демонстрируют и подтверждают, что в Украине нет законов и справедливости. Честные люди в балаклавах не имеют, чтобы оховать свои обличия. Вы слышали, фактически, позицию полиции. Ярослав Траков ее изложил, специально дали вам послушать. Он говорит, ну, слушайте, это их конституционное право, оно маршировать, никто не запрещает. Ну, надели, значит, там камуфляж, но пусть пройдутся себе. Да, собственно говоря, хотят помогать, пусть помогают. Давайте отработаем механизмы взаимодействия. Другое дело, они всегда помогают. Мы колись, мы с коллегами пропонували и зареєстрували відповідный законопроект про то, чтобы військовую форму мали право носить исключительно військовослужбовцы. Потому что у нас сегодня каждый рядится в військовую форму, называет себя участником АТО, грабуют, створяют рейдерские захопления и так далее, и так далее. Величезные зловживания. Потому что все понимают, что этим можно зловживаться. Поэтому я думаю, что військовую форму мают право носить исключительно люди, которые служат в Збройных силах или в правоохоронных органах. Не каждый, кто захочет, то и одягает військовую форму. До речи, в большинстве страны именно так и есть. Не имеет ни один цивильный право одягать військовую форму. В большинстве европейских страны есть такая заборона. Ну да, у нас камуфляж тоже в своеобразную моду превратился. Не только камуфляжи. Чего они ходят в камуфляжи в центре города? Помнишь все эти вопросы в социальных сетях, откуда они плачут? А в волоклавах. Но здесь вопрос в другом. Давайте, давайте. Кожен же понимает, что происходит. Все эти национальные дружины, народные дружины, еще какие-то дружины. В 20-30-х годах минулого столетия в Немеччине было СС. Под кирюльницом Рема. Те же дружины, которые, используя слабкостью влады, наводили порядок на улицах. Потом выступили как инструмент силового захопления влады. Чем закинчив Рем, кто не знает, нагадаю. Гитлер его окончил первым. В одну из ночей длинных ножей. Поэтому, на самом деле, все это рискованная справа, в том числе и для организаторов этих дружин. Потому что політики скористаются ними, а потом використают и выкинут. Я не божал бы этим хлопцам, среди них, много достойных людей, которые на фронте захищали страну, я не божал бы им поганую. Вы ревестники революции, идут на корм жирным грызунам системы, как писал классик когда-то. Ну, здесь я не о революции, конечно, но о том, о чем вы говорите. Багато політик, особенно перед президентскими выборами, перед парламентскими выборами, будет использовать фактор улицы, фактор улично-тиска для доведения своей позиции. И у кого выигрывает, на самом деле, не тот, кто рахует голоси, а тот, кто захопает ЧЦВК, ЧІВК, ЧІОВК, ЧІЩЕ-ШО-НЕБУДЬ, и силой будет установить эти результаты. И требует понимать, что все это демонстрирует для света нездатность Украины, украинской влады, навести порядок и дискредитует мою государство и украинцев. Жоден инвестор не прийде в Украину, где они видят, что по Киеву ходят люди в балаклавах, а полиция это виправдовывает.